Всем привет! В этом видео поговорим о том, что небывалый рост цен на газ в Европе позволит Газпрому рекордно заработать на экспорте. Разумная политика российской госкомпании «Газпром» по дозированным поставкам природного газа в страны Евросоюза в КОПе с последствиями холодной зимы опустошившие европейские подземные газовые хранилища провоцирует желание стран Европы нарастить покупки голубого топлива, несмотря на ограниченное предложение. Отказ «Газпрома» от приобретений на аукционе дополнительных мощностей для транспортировки газа через ГТС Украины лишь увеличил дефицит газа для европейских потребителей. В результате европейцы вынуждены конкурировать между собой за ограниченное количество газа, предложенного «Газпромом» на бирже. Неудивительно, что в преддверии начала нового отопительного сезона это вызвало ажиотажный спрос на российский газ, и котировки устремились к отметке в 500 долларов за 1000 км. На самом крупном по объемам продаж нидерландском хабе ТТФ цена достигла исторического максимума в 484 доллара. Казалось бы, а логичным шагом в такой ситуации для «Газпрома» могло бы стать наращивание объемов поставки и увеличение предложений по продаже газа на европейских биржах и российской биржи в Санкт-Петербурге. Но на деле происходит совершенно противоположная реакция. Объем постава газа продолжает месяц от месяца снижаться, что тянет цены вверх и вынуждает европейских потребителей отбирать газ из своих подземных хранилищ. При том, что в этот период традиционно принято хранилище пополнять из-за низкого спроса на газ и, соответственно, минимальных цен. Но только не в этот год. На руку «Газпрому», как ни странно, играет и задержка со строительством и вводом в строй многострадального газопровода «Северный поток-2». Хотя не факт, что после сдачи трубы в эксплуатацию «Газпром» захочет наращивать объемы поставок европейским потребителям. Тактика этого года показала выгоду в дозированных, лимитированных поставках и образование за счет них дефицита на голубое топливо. Позитивную роль бесспорно играет и существенный рост спроса на газ в странах Юго-Восточной Азии, Китая и Индии. В результате большая часть газовозов с ожиженным газом устремилась в азиатские порты. Поставка в этом направлении выгоднее отгрузок в страны Европы на 20-30%. А если иметь в виду скорый отказ США от разработки сланцевых месторождений нефти и газа, то выбывание из борьбы за газовый европейский рынок главного «Газпроновского» конкурента прочит российской монополии как минимум несколько сладких лет с точки зрения валютных доходов от экспорта газа. По крайней мере, до завершения энергоперехода на использование экологически чистого водорода. Однако произойдет это, по планам самих же европейцев, никак не раньше 2035 года. Пока же, в обозримом будущем, нет никаких предпосылок к снижению цен на газ. Напротив, с учетом его бурного спроса в Азии и отсутствия конкурентов у «Газпрома» в Европе, российская госкомпания может ежегодно зарабатывать на экспорте голубого топлива, не менее 60 миллиардов долларов. Напомню, что по итогам прошлого года доход от экспорта газа составил лишь 25 миллиардов долларов.